В ходе судебного разбирательства по делу о наркоторговле суд, кроме доказательств вины подсудимого, выявил также нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса, допущенных следователем. Тем не менее, о грехе следствия не избавили подсудимого от строгого наказания. Подсудимый Денис Б. не скрывает, что сам наркотики употреблял и даже делился ими со своими друзьями. Однако утверждает, что торговлей смертельным зельем не занимался. Следствие предоставило доказательства обратного. В октябре прошлого года негласный добровольный помощник правоохранительных органов произвел контрольный закуп марихуаны у подсудимого. Вот видеоаппарат урона. Одели, да? Да. Кровожки. Вы видели, да? Да. Несамок принес? Что принес именно? Наш сайт. На чем было? Занес, что было? Пакетик. Завернут в пакетик, да? Если показал, сотрудник. И опознан, да? Да, опознан. Атаку, все. Все. Ну, как все. Я подписался. В последующем в доме у подсудимого также были обнаружены три пакета со специфическим веществом. Обозначен полицейских сеток, которые имеют рассчитанную маску. Акетик. В последующем в окне. Какой же она? На честной системе, по гороспопу. По гороскопу. О, как я там прожищу. В небыно. Где вы нас? Это что это? Это безрано или как надо это? В кухне вести? Да. Для этого в кухне, да? Я разовок для лица на поле. Отбывает. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима. Впрочем, пока приговор не вступил в законную силу.